Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Ну что я могу сказать? Обзоры, обзоры и еще раз обзоры. Только, знаете ли, не сам по обзору, которые там все ждут, которые все так хотят, их больше не будет, как вы можете понять. Я это говорю уже, наверное, в таком, знаете, в каждом видеоролике. Ну, может быть, даже не в каждом, а вот через ролик, через два ролика я постоянно об этом говорю. Мол, то, что там есть то, есть вот это вот и там резонное. Ну, ладно, не важно, вы это сами все понимаете. Смотрите последний обзор на Владислава Павлова. Он последний во всех пониманиях. Как бы последний на Владислава Павлова. И последний в сам обзорах, и последний во втором сезоне, и последний во всех прочих вещах. В общем-то, вступление, подводка и прочие вещи, они почему-то превратились в рекламу. Хотя тут нам, разумеется, не до рекламы. Потому что сегодня у нас обзор на такое большое количество вещей, что вы просто, ну, не то чтобы офигеете, да. Вы будете в таком, знаете, эфемерном, может быть, шоке от того, как много вещей тут будет. Разумеется, столько уже было, но столько было когда? Когда был проект, который я, наверное, не буду называть, потому что, ну, не хочу я просто его называть. Вот, и не буду, разумеется, называть. Вот, поэтому, да, давайте перейдем к самим новостям. Вернее, новость одна, а вещей в ней так много, так много деталей. Понимаете, дьявол, он в деталях, как и всегда. Онлайн ролеплей показали новый Cadillac Escalade 2021 и парочку новых скинов. Вот я немного не понимаю, а вот эти вот все Cadillac Escalade, вот эти вот все модели машин, что, каждый год новая выходит, серьезно? То есть, это как iPhone, то есть, ты купился там кунь-бмв, да, и через год вышла новая, там, то есть, ты купил 2020-го года BMW, а там выходит уже 2021-го года. Это вот так работает? А почему? То есть, я не понимаю, а если я хочу купить, можно как-то с запасом купить там BMW 2048-го года, находясь при этом в 2021-м? То есть, не особо понятно, зачем. То есть, она была устаревшая у меня, получается, будет машина или что? Я в них абсолютно не понимаю, и мне кажется, что вообще тот, кто в них понимает, он либо автомеханик, либо просто у него настолько много денег, что он может себе позволить вот эти вот все машины, потому что машина, это же роскошь, в первую очередь. То есть, это не средство передвижения, это не какие-то вот эти вот... То есть, это побочные функции, а, то есть, передвигаться вполне можно и на такси. За цену какой-нибудь машины такой, знаете ли, неплохой, можно вполне себе долго передвигаться на такси, поэтому я не вижу никакого смысла за все это переплачивать. Однако, разумеется, в комментариях найдутся умники, которые все знают лучше. Да нет, да ты что, да машина, она же своя, вот. Типа, она же передается по наследству, и вообще, это... Ну, машина, это круто, это классно. Поэтому давайте сейчас все это и обозрим. Вот Cadillac Escalade 2021 года. Как же хорошо, что тут, знаете ли, моделька нам показана не в 3ds Max, или там, где они все эти модельки делают, может быть, там, Blender, может быть, еще какие-то вот эти вот все прочие. Она показана сразу в игре, то, как она будет выглядеть. И причем и сзади, и спереди, и в двух цветах. Вот так вот нужно показывать модельки. И, пожалуйста, все проекты там, и в GTA Cramp, и если там есть какие-нибудь модельки в GTA Samp, показывайте вот на серверах в GTA Samp, если они их добавляют, какие-то проекты, сервера и так далее, показывайте их, пожалуйста, не в 3ds Max, потому что вы портите абсолютно все впечатление от всех этих моделек. Мне сразу не хочется вот заходить на ваш этот проект и как-то донатить, как-то вот, знаете, я бы и так на него не зашел, но теперь мне тем более не хочется, когда вы показываете все вот эти вот свои модельки через вот этот вот редактор. Это как если бы я показывал свои видеоролики, там, знаете, на даймлайне. То есть, вот, ролик у меня еще не вышел, но вот на таймлайне я вам его покажу, и вы должны что-то понять, вы должны понять, хотите ли вы его, знаете ли, приобрести, или посмотреть по платной подписке на Netflix, то есть вот. А тут точно так же. Я могу выложить скриншоты из таймлайна, вот всех вот этих вот видосов, тогда из Adobe Premiere Pro выложить скриншот таймлайна, или из любой другой монтажной программы я могу это сделать. Но тут же цель продать эту машину, чтобы человек посмотрел и такой, ага, я на нее явно хочу задонатить. Это машина, которая мне явно нужна, и без нее я не смогу жить вообще никак. И в данном случае действительно так оно и происходит. Ты смотришь на машину, понимаешь, что она выглядит неплохо, хорошо, и она прям вот, знаете ли, в самом GTA Sampi, и скриншот как будто бы даже сделан, знаете ли, не с телефона, а с компьютера. Ну, тут, разумеется, наверное, так оно и есть. Следующий скриншот это показ вот того же самого Кадиллака Эскалейда, типа вот белая спереди и черная сзади. Как знаете, как какой-то, я не знаю, может быть порно, я сейчас записал, вроде того. Я бы такое даже, знаете, посмотрел, белая спереди, черная сзади, знаете, ну или вроде того. Однако, ну, скриншот лишний. Я же примерно понимал, как все это будет выглядеть. И типа, неужели Кадиллаки, они будут только в двух цветах, белые, типа, и черные. Я понимаю, что это основные цвета, но, тем не менее, типа, ну, показали, ладно, хорошо, с двух сторон. Почему сбоку не показали, там, спереди, справа, слева и так далее. Ну, неважно, ладно. И потом у нас идет скриншот, который... Я извиняюсь, извините, пожалуйста, потому что я прочитал комментарий, который идет под вот этим вот всем скриншотом. То есть ты, когда открываешь фотку ВКонтакте, там есть отдельный комментарий. И тут прям вот, знаете, вот прям вот максимально описывают то, что, наверное, может быть, не я хотел сказать, потому что, ну, это оскорбление какое-то. Ну, как так можно? Может быть, я какой-то разработчик или вообще крутой чел или, там, криминальный авторитет. Я сейчас тут такое скажу и все. И за мной завтра приезжают, заезжают, говорят, чел, садись, пожалуйста, в машину. Сам понимаешь, клянусь, что бить не буду. Ну, ты понимаешь. Потому что чел написал, Никита Горбик написал, что за клоун, блядь. И ты смотришь на весь этот скин, скриншот скина, и он, кстати, уже из 3ds Max, видимо, как я могу понять, либо из другой программы, в которой можно делать все вот эти вот скины, модельки, все прочее. И тут, в самом деле, типа, ну, показали бы в игре, в самом деле. Хотя вот скины можно показывать и тут, потому что особо сильно они, там, какое-то освещение, все прочие вещи не влияют. И ты сразу можешь посмотреть, как оно все будет выглядеть вот в игре плюс-минус. То есть, ты примерно понимаешь, ничего не искажается, как лично я понимаю. И в целом, да, наверное, это какой-то разработчик. И люди, которые будут в комментариях оскорблять вот этот вот скин, говорят, что он, типа, какой-то хуёвый, сделан вообще очень странно. Ну, как бы, вы подумаете, вы оскорбляете человека. Зачем все это делать? И давайте перейдем к следующему скриншоту. Следующий скриншот у нас это... О, это у нас, знаете ли, какая-то девочка, женщина, девочка, девушка, мать. Я бы даже сказал, типа, не как вот в компьютере, типа, материнская плата, а вот действительно, мать, будущее, может быть, и так далее. Но, в целом, вот этот вот скин, скриншот скина и все прочие вещи, они сделаны прямо замечательно. Но вот только то, что у него грудь треугольная, это не особо впечатляет. Было бы еще, знаете, что круто? Я не знаю, почему до сих пор разработчики серверов до всего этого не додумывались. Типа, выпускать скин с маленькой грудью и с большой. И, типа, с большой грудью продавать за какой-то отдельный прайс, который был бы максимально такой, знаете, дорогой, большой и так далее. То есть, в остальном, я смотрю на все это, думаю, вот так да. Ну, тут прямо, знаете, выглядит замечательно и круто. Мне в целом нравится. Ну и да-да-да-да-да. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я играл, я снимал, я играю на проекте Arizona RoleplayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод Notoxic54. Вся эта и другая дополнительная информация, она находится в описании данного видеоролика. Там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал. Вы можете туда зайти, там подписаться на все это и понимать уже, как все это работает в той или в иной степени. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до свидания. Ну и, разумеется, пока. Субтитры сделал DimaTorzok